Добрый день, коллеги. Интересные все выступления, практически, действительно. И вот я тут подчеркивал для себя тезисно, что мы тоже применяем, и отзывы у меня есть по этому поводу. При внедрении какой-то технологии, естественно, мы анализируем стоимость внедрения этой технологии, насколько она уже обкатанная, и мы не будем пионерами, потому что зачастую предлагают, вот давайте вот это, какое-то там вышло на рынок, новинка, там приезжают с рекламным проспектом, там экономия 30%, сразу ли урожайность на 40% повысит, поработайте каким-нибудь, нано препаратом, там каким-нибудь, да, ну много таких предложений, думаю, все сталкиваются с этим, поэтому, естественно, мы не пытаемся это пробовать. Уже что-то зарекомендовавшее себя, и вот сопоставляем финансы на внедрение этой технологии и какую-то ожидаемую отдачу от внедрения этой технологии. И вот понятно, что уже автопилоты все мы внедрили, естественно, давно. Вот сейчас у меня вопрос стал, у нас 10 комбайнов, да, ну немножко не хватает, вот надо еще один-два комбайна, может быть. Как решить эту ситуацию? С учетом выхода на рынок недорогих и качественных китайских автопилотов, мы вот сейчас тестируем, два взяли, пробуем, как они передают по воздуху линию, потому что, ну, линию передавать не будет с флешкой бегать, да, сейчас мы как вот, ну, если там 4 трактора, мы один проехал, потом линию раздали на другие трактора, и они все могут работать на одном поле, отступив друг от друга, и все сойдется сантиметр в сантиметр. То на комбайнах это нереально в уборку, там бегать с флешкой, передавать линию. Поэтому мы сейчас вот потестировали, посмотрели, вроде бы работает все нормально, ну, и планируем дооборудовать комбайны этими автопилотами. Я для себя считаю, там не беру какие-то цифры такие сказочные, ну, даже если плюс 10% мы производительности добавим, соответственно, 10 комбайнов плюс 10% это один комбайн мы выигрываем. Один комбайн берем даже Торум, это 30 миллионов, да, нам внедрение этой технологии обойдется где-то, ну, миллионов 6-7 где-то, вот, на все комбайны поставить, соответственно, мы за 6-7 миллионов получим плюс один комбайн. Вот там, про бункер-перегрузчик он у нас есть, ну, не работает вот тот расчет, который часто приводится на наших совещаниях, как этот бункер-перегрузчик добавляет производительность. Не знаю, может, мы не умеем правильно настроить этот процесс. Это то, что хотел сказать. Что еще? Вот, кстати, хорошая мысль по поводу Хорш. Да, озвучили фирму Хорш. Да, действительно так, я сейчас с Ганновера вернулся, вот они сейчас какую-то там новую техно, новые разбрасыватели разработали, 48 метров, штанговый разбрасыватель сухих удобрений, сухих. То есть, по штангам там подаются удобрения, и по штангам они, вот, распределяются. То есть, чтобы, ну, практически, можно так сказать. Не знаю, насколько это пойдет технология, знаете, вот, тот же Хорш часто и ошибается. Вот у них технология немножко, вот есть Амазон, они долго испытывают, потом в серию запускают. А Хорш сразу запускает серию, вот, например, с тем же опрыскивателем самоходным. Они продали в одно хозяйство и забрали назад этот опрыскиватель. Очень много было нареканий. Поэтому тут тоже, знаете, вот, как бы, наверное, все-таки надо выбирать поставщика и понимать его философию и все остальное, и насколько это опробованная уже техника и технология. Вот, поэтому, там, быть пионером и на себе испытывать, они мне тоже предлагали. Ну, возьмите, я говорю, если вы мне бесплатно предложили, мы будем на это отвлекаться, время терять и все остальное, испытывать его. Вот, кстати, вы представитель Росельмаша же, да? Мы в 2011 году взяли первый Торум. Еще он был РСМ-181 на испытания. Потом мы купили Торум-740. И вот к нам ездили с завода регулярно. Каждый год расскажите, что, как, вот, я вот, ну, уже очередному вам передам. Может быть, это как-то повлияет на улучшение. Тем более сейчас самое благодатное время. Мы всегда давали отзывы. Здесь вот видим, здесь видим, здесь видим. Много что сделали, конечно. Но есть вещи базовые, базовые вещи. Это, например, это те же поставить качественные решета. Это поставить нормальный вентилятор. Да, турбовентилятор. То есть это же сердце комбайна. Вот, это очистка. Соответственно, вот уже Слава Александрович говорил, регулировка этих решет, чтобы была... Какой комбайнер в жару, в пыль будет вам выходить, настраивать комбайн там, понимаете? То есть бегаю за комбайном я, агроном там еще что-то. Я говорю, стой, все, остановился, пошел дальше, посмотрел опять. И вот, понимаете, ну это какой на дворе век сейчас, да, и по сей день вот эти базовые вещи. Я уже, честно говоря, ну как, раньше ставка была на торум, и теперь мы от них избавляемся. Торумов и как бы меняем на импортные комбайны. Да, тяжело, но я лучше напрягусь, возьму один импортный, чем вот даже в нынешней ситуации. Мы в том году купили новый класс, да, чуть дороже, да, ну это класс. Не в упрек, не то, что вас покритиковать, а все-таки, ну посмотрите, ну мы хотим работать на... Да, чтобы, ну доработайте комбайн вот в этом направлении. То есть так-то достаточно неплохой комбайн, понимаю. Ну, тот же новаторовский решет, можно кого-то привлечь, может они завод сделают, может вы кого-то привлечете, да, и как бы совместно будете работать. Вот, ну просто хочется, чтобы наш завод был, наш комбайн был лучше действительно, не только на бумаге, но и на деле. Вот, мы часто проводили, вот приезжали к нам, у нас джундиры и классы, и торум, да, вот проводили, там эти лоточки бросали, потери считали, смотрели, но не в пользу торума всегда все эти моменты. Вот, поэтому, как бы, интересно вот было всех услышать, действительно, вот и агрохолдинг, докладчик, вот, эти все, все вызывает это отзывы, вот еще я хотел сказать, вот, например, опять же, как применить, да, например, вот эти автопилоты, одно дело просто автопилот поставить, там, конечно, цифры, вот что, Александр, что сбросили, там, предыдущий докладчик, там, конечно, цифры такие, экономия сумасшедшая, ну, я не знаю, насколько это действительно, ну, это, наверное, чуть-чуть завышенные цифры такой экономии, да, экономия будет, ну, возможно, да, 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 ну, не такая, ну, вот, смотрите, у нас, например, четыре трактора с пропашными селками и культиваторами, получается, ну, чтобы в срок все делать, они у нас оборудованы, естественно, автопилотами под РТК, это должно работать вообще без сбоя, вот, вы говорили, что если сбои происходят какие-то, это отторжение вызывает, вот нет сигнала, там, нет, тучка зашла, все, сигнал пропал, все, механизатор, а ты уже маркеры снял с селки, да, например, ты уже рассчитываешь на автопилот, и все, и получается только хуже, тогда надо либо работать по старинке с маркерами, да, там, то есть, как бы, что я не всегда работаю, да, пока не отвалится, либо это должна система работать, действительно, как часы, она не должна давать сбои вообще практически никогда, тогда она будет востребована, и вот у нас четыре этих трактора, возвращаясь, получается, мы работаем, мы проводим сев пропашных культур днем и ночью в две смены, и культивацию этих же культур также днем и ночью в две смены, неважно, там, туман, пыль, там, еще что-то, абсолютно неважно, то есть, вот, то есть, это работает, ну, соответственно, понимаете, какая там точность, вот, ну, вот, поэтому технологии проверенные должны быть, и должны работать, если они тогда не будут вызывать отторжения, вот, у людей. Ну, у меня вопрос в этой семье, чтобы цифры быть? Не, ну, ну, как, ну, цифры какой быть, вот эта цифра, все же понимают разное, что такое цифра, конечно, быть, мы уже убедились, насколько эти технологии позволяют и учета, и мониторинга, и управления техникой, конечно, быть, да, ну, видите, уже вот те же автопилоты, все говорили, все, эти будут трактора без кабин, да, там поставили прототипы в Ганновере, они стоят, но, ну, ну, не совсем, видимо, технология эта работает пока, чего-то не хватает, чтобы вот вообще отпустил трактор, и он поехал сам работать, да, то есть, быть, конечно, только вот та жизнь покажет, какой быть цифре, да, то есть, вот. Поэтому, ну, вот, вот так, да. Девюри, вот, скажем так, к вашему монологу, вы говорили о том, что вы сейчас используете, внимание, и недорогие, и качественные китайские автопилоты, ну, как же понимаете, да, то есть, недорогие, недорогие, качественные китайские автопилоты, это, скажем так, это раздел фантастики, то есть, во-первых, китай в это зашел не так давно, во-вторых, да, действительно, много у них, предложений с очень интересными ценниками, скажем так, с ценниками, но, в общем, большой вопрос, насколько они качественные. Ну, я же, понимаете, я же сам в тракторе нахожусь, то есть, я же не просто по рекламному проспекту мне сказали, что вот, вот это классно, я поверил и пришел вам рассказываю, то есть, у нас 18 автопилотов Trimble, то есть, от последних моделей, там, 20-50, да, которые, как планшет, такие огромные, до первых, ну, 750-х CFX-ов, да, которые, ну, как бы, основной у нас он на всех, я знаю плюс и минус, знаю, сколько стоит Trimble, то есть, это, ну, это деньги космические, сейчас Trimble, ну, наверное, ну, с сопоставимым функционалом Trimble будет стоить, потому что мы только модем сейчас купили за 520 тысяч, только модем, просто Trimble-овский модем. Trimble будет полтора миллиона. Больше, я думаю, если совсем, вот модем полтора, 500 и еще, да, я думаю, за два уйдет, понимаете, а этот 600, вот разница, ну, я же вижу, он работает, такой-то вот даже функционал больше. Почему сегодня дорогие? Ну, как, ну, три раза дешевле, ладно, хорошо, в три раза дешевле Trimble, европейского. Дешевле, но с соразмерным качеством. Абсолютно соразмерным, даже есть какие-то такие встроенные, там, камеры, задняя камера с подсветкой, там, еще что-то, то есть, даже того, чего у Trimble нет, то есть, понимаете, вот, ну, как бы, есть такие моменты, которые даже, даже лучше Trimble. Есть, но за космические деньги. Ну, либо да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok